Мила Тарасевич Мила Тарасевич Презентация новой породы пони – немецкий классический. Эта порода отличается приятной внешностью, которая полностью соответствует пропорциям верховой лошади, имея при этом совсем небольшой рост – 112 см холки. В презентации участвовали семь голов из племенного хозяйства кошелев – немецкие классические пони, которые показали номера манежной езды, прыжки через препятствия и езду в упряжке. По каким критериям и принципам отбирались чемпионы – все внимание на экран. Вот уже третий год подряд в племенном хозяйстве Верона проводится национальный чемпионат России для лошадей класса пони и миниатюрных лошадей. Этот конный клуб по праву можно считать первооткрывателем, ведь ранее подобного рода соревнований в нашей стране не проводилось. С каждым годом чемпионат набирает обороты. Два года назад здесь было представлено 90 лошадей, год назад – 150, а в этом году – 174 головы. География разнообразна – Красноярск, Йошкар-Ала, Астрахань, Карелия, Санкт-Петербург и Дальний Восток. В чемпионате принимают участие только лучшие представители пород, отобранные на местных и региональных выставках. Здесь борются за звание абсолютного чемпиона России и вице-чемпиона в девяти породных классах. Это за техническое мероприятие оценка проходит по типу, экстерьеру и двигательным качествам лошадей. То есть оценивается, насколько лошадь типична для своей конкретной породы, насколько у нее правильный хороший экстерьер и насколько у нее правильные, хорошие рабочие качества, то без движения. Чемпионат жителям поселка Назарьево, любителям конного спорта и, конечно же, самим участникам запомнился показательными выступлениями. Представители племенного хозяйства Верона элегантно под музыку управляли своими четвероногими друзьями. Сюрпризом стала презентация немецких классических пони. Эта порода выводилась в течение 75 лет семьей Гробер. При оценке соответствия стандарту для этого пони отбор достаточно жесткий. Если животное не проходит по одному из четырех критериев, то паспорт ему не выдается. И ни один ветврач не может его лечить и ставить прививки. Самыми главными критериями оценки этой породы являются характер и темперамент. Немецкие пони очень послушные, добрые и обучаемые животные. Дело в том, что эта порода показана впервые в России. Мы являемся единственными конезаводчиками этой породы. Завезли лошадок мы в 2010 году. И вот до 2015 года хозяйство занималось именно акклиматизацией, селекцией, разведением этих лошадей. Было привезено 12 голов, сейчас у нас 61 голова. На племенных ринках спортивных пони класса С и Д было устроено своеобразное дефиле. По итогам представители классических верховых пони из Ёж-королы, жеребец Литтл Милтон и его дочь Нейтери заслуженно получили звание абсолютного чемпиона и вице-чемпиона России. Я очень рада, потому что был проделан большой путь, большой труд, много усилий. Потому что это и затраты финансовые, материальные, но и в том числе затраты времени, усилий. Потому что мы привезли уже наших детей, которые у нас родились и воспитались. Поэтому я очень рада, что этот труд увенчался успехом. Не менее зрелищным и волнительным стало выступление самой юной участницы. В этот день звездами ринга чувствовали себя и лошади, и дети. А всем участникам остается с нетерпением ждать следующего года и новых побед. Как развить в детях чувство любви к братьям, нашим меньшим и научить бережно обращаться с ними? Ну, конечно, для этого нужно регулярно посещать контактный зоопарк. Дети, живущие в больших городах, зачастую не знают, насколько прекрасен и разнообразен животный мир. Можете рассказать вообще про ежиков, держат ли их дома и вообще какой уход нужен по ним? Это необычный ежик, это африканский карликовый ежик, зовут его Максим. Эта порода выведена специально для того, чтобы ежиков держать в домашних условиях. Он миленько-лючий, когда вы чувствуете, и не так громко топчет, как наши ежики. Держать дома, конечно, этих зверючков не можно, как у лапочек. Но, опять же, нужно не забывать, что этот зверюк – это хищник и может есть все подряд, мусорщик. Но самый интересный фактор, который я могу вам рассказать о ежиках, что ежикам ни в коем случае нельзя давать молоко. Хотя бы встретил ежа, дай молока. Но это неправда. От молока у них на сварении животика ему может сильно заболеть. Им что нужно обязательно давать? Рацион питания мяса, разных червячков, хобусов. Но сейчас даже есть специальный корм для ежиков. Это комбинированное все вместе. Вот наш именно африканский коровиковый ежик, он более такой контактный, потому что мы его постоянно держали на руках, когда он вдруг у нас появился. И Максим меня один раз укусил, но я была виновата, почему он укусил. Я съела мандарин и не помыла ручки. Я сразу как бы стала его держать, как бы гладить. И он начал облизывать именно вот этот мандариновый сок и, естественно, укусил. И самое то же, что интересно, они яблоко особо не кушают. Они яблоком умываются. У них очень длинные язычки. И когда вот грызут яблоко, выделяется сок, и вот своим языком они умываются. У него есть, естественно, пара. Ее зовут Ксюша. Но Ксюша у нас сейчас в положении, поэтому она убрана в наш дом. А какие вообще эмоции вызывают они у детей? И как им вообще нравится общение с ежиками? Когда мы говорим, проходите сюда, здесь у нас ежики живут. Сперва детки, да-да-да, ежики-ежики, но боятся их брать на ручки, потому что ежик колючий. А потом, когда их берут и понимают, что они колючие, но не так, как наши. Я когда тут недавно прям увидела настоящий русский еж, я, честно, закричала на все деревни, потому что он такого размера, и он колючий, и он большой и страшный. Мне стало страшно. Так, от него уже уходят, знаете, с таким чувством, что все, я уже не боюсь. Ежа как бы еж-еж, и он уже не совсем такой колючий. Дети у нас пятнышка, и ее двое детей, Марта и Марти. Козочка у нас тоже необычная, козочка у нас алтайская. Давайте кормить. Вот, что они едят? Едят все. Но в данный момент мы их балуем сухариками. Именно сухарики белые, опять же, тоже с ними мы гуляем. Сейчас лето, нам ведет, мы гуляем вот во дворе, и они кушают все, что им хочется. Дают молоко. Они в марте родились, 16-го числа, Марта и Марти. Но вот пятнышка не приняла нашего Мартина. Даже я была даже мамой. Это сахарный посун, зовут его Чупс, а там у него в гамаке живет самка, зовут ее Чупа. Он питается сладкой пищей, нектар, мед, естественно, и выбирает только натуральный мед. Искусственный он есть не будет. Также ему обязательно нужно питаться фобусами, мучными червями, разными насекомыми. Это самое маленькое сумочное животное. Он парит, он летает, как белка летяга. Это игуа, она зеленая игуа, мы зовут его Дракон Петрович. Почему? Имя и отчество. Потому что он самый взрослый житель нашего зоопарка, ему 5 лет. Это гордый живот. И он просто так на руки не пойдет. Как хочешь, вот я в данный момент, да, сейчас попытаюсь его показать, да, что вот, игуа, возьми, пожалуйста. Покушайте, но я для него просто домработница, которая может принести покушать, поесть и убрать. Любовь к игуане нужно доказывать, для того, чтобы он тебя любил так же. Нет, он не будет, не хочет. Когда ты ему доказала свою любовь полностью, вот преданность, тогда он, ну ладно, я тебя тоже буду любить. Вот таким образом он будет вас встречать дома, как кошечка, как собака. Он сейчас улыбается, мне кажется? Знаете, я заметила, что он очень любит фотографироваться и сниматься на камеру. Вот когда мы их берем на ручки, да, достаем, то он именно вот показывает свое лицо именно в камеру. Он любит делать селфи, да, как у себя. Такой вот он очень экстравагантный. Вот этот гребешок у него не просто так. Поэтому гребешку можно определить мальчик или девочка. И с каждым возрастом этот гребешок становится более оранжевым, да, более мужественным. А что еще можно рассказать? До двух лет игуаны могут потерять хвосты, и практически стопроцентно хвост восстанавливается. А после двух лет хвост маловероятность, что восстановится полностью. Но таких зверюшек, конечно, держат дома, но я бы не посоветовала, потому что все-таки уход, и он будет любить одного из семьи, да, а других он будет либо бить хвостом, либо именно царапать. Это хорьки Аня и Полина. Тоже мясоеды. Очень любознательные животные, я бы даже так сказала. Но могут спать до 20 часов в сутки. И когда вы их держите в домашних условиях, то они привыкнут к вашему режиму. Грубо говоря, утром просыпаются, вас провожают на работу, целый день спят. И потом, опять же, у вас встречается работа, и опять же дальше спать. Очень любознательные, и у них болевого порока практически нет. Вот здесь у нас две сестрички, мальчиков у нас здесь нет. И когда они играются, они могут даже прикусить друг друга до крови. Это животное-одиночка. На самом деле, лоре, мы никогда не достаем ее практически. Вот посетители ее увидят только тогда, когда попадается в момент кормления. Утром и вечером. Сейчас как бы сделала маленькое исключение. Маленькая обезьянка. Раньше их считали ленивцами, потому что очень медлительно. Потом их соединили к семейству обезьян, приматов. Но обезьяны и лори, они абсолютно разные. И вот только недавно им дали целое семейство лориевых. К ним относятся вот большой толстый лори, малый лори, он совсем такого размера. И серебряный лори. Честно скажу, вот лори, муси, это больше моя прихоть была, чем вот именно контакт. Потому что, когда я познакомилась вот с этой мадамой, увидела ее, позвонила мужу с криком, я хочу второго ребенка лори. Да, как бы, она очень классная, но держать ее в домашних условиях я никогда бы никому не посоветовала. Потому что, во-первых, она очень тяжело приручается к рукам, будет вас кусать, ранить. И когда она кусает, она кусает и давит, не отпускает сразу же. Ну что ж, Данила, большинство животных, у которых мы были в гостях, все-таки вы их не советуете, да, для дома. Но наверняка и есть такие, которые бы вы посоветовали, да. Вот расскажите нам, пожалуйста, о них и о домашнем уходе, за ними. Кого я бы посоветовала, это ежика африканского, шиншилу, хотя не очень их люблю, потому что они ночные, кроликов посоветовала. Но кого я бы посоветовала, там, двумя руками за, это, конечно, сурикатов. Почему? Потому что это необычные зверьки, это прям маленькие человечки. Они очень умные и они приручаются к лотку. Они очень легкие именно в обращении дома, чем с маленькими детьми, потому что детей они любят и они не кусают именно детей. Да, вот Вася может на меня обидеться и может как-то на меня там хрупнуть или там даже прикусить, но любят именно еду. Они просыпаются, случайно, солнце, они спят в своем домике, к лотку. Опять же, вот очень много за и плюсов, с ним не надо гулять. Как кошка, он прям нежится, но не такой гордый, как кошка. И именно вот он очень любит смотреть телевизор. Он, так как сурикаты издают до 25 различных звуков, он именно комментирует то, что он видит, то, что он смотрит. Он любит с мужем играть в компьютер. Очень такой вот именно социальный и домашний как бы животный, хотя немногие, да, боятся сурикатов и непривычно видеть дома активности. Вот по моему мнению, вот дома держать вот именно нужно вот таких животных, которые вот именно на самом деле активные, да, вот видно, чтобы было интересно ребенку. Да, наблюдать за ними, играть с ними. Да, если вот сколько вот мы проходим по зоопарку, они все время смотрят, кто пришел, зачем пришел, куда пришел. И вот именно и дома то же самое, они всегда. Вот самая сложность в домашнем содержании именно сурикат, это лампа, нам нужна обязательно и дневного света, и ультрафиолет, и периодически их нужно кормить разными там зоофобусами, червяками. Вот так, не все согласятся. На суху почему дома я бы не посоветовала держать, потому что она испражняется очень, именно метит свою территорию. И мы один раз посчитали, делать было нечего, 45 раз на дню. Было очень мало количества посетителей, как бы, и она мало ела, но из-за того, что она всегда в движении. И поэтому вот ее я не посоветовала. Хорьки, хорьков держат, игуану, да, но как бы вот здесь нужно быть аккуратным. Сахарного посума тоже двумя руками за, именно держать его в домашних условиях, потому что он просто в домашнем уходе. Обычная еда, грубо говоря, там творы, кальций, что было обязательно. Наверное, там, где есть маленькие дети, поскольку животные... Все зависит от родителей. Как ребенок, как мама с папой преподносит, что это животное, что это делать нельзя. Вот когда я его забирала домой, то он не уходил из другой комнаты, он вот именно находился в одной комнате и там и парил. Вы смотрели программу «Один совет». В следующий раз мы встретимся через две недели, и вы узнаете еще больше полезных советов от специалистов нашего родного города. С вами была Мила Тарасевич. Желаю вам крепкого здоровья, отличного настроения и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин